В эфире неведома версия Мастер-Шеф. Сегодня вы увидите все, что осталось за кадром Наймасштабнейшего кулінарного шоу Украины. Стоять, дорогой! Девочки! Алло! У минулой программе судді назвали имя нового Мастер-Шефа Украины. Асмик! А просто зараз вы побачите Эксклюзивні моменти життя учасників за межами кухни. А то покажет мне. Спортивні будні. Брал стульчик, говорит, я тоже иду с вами заниматься. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили. Та запальні вечірки. Ай! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Девушка, Николай. Опять порнография, как всегда, на тут не Мастер-Шеф. Долы но снизустрічі. Кранцы трех видов, пресс-бургер. Мой словарный запас, мне казалось, даже не воспринимает, сколько там тортов и как их готовить. Нечувані скандали. Срежа сміх просто в говно, потім цілуюся і в десна. Началась жесть. Ханючим, рыхло. Именно реальна мясорубка. Я здесь ж врус первого ефіра і буду враць до последнього ефіра. Гучні заяви. Сейчас она всех, понимаешь, вот так вот, потому что ее никто. Та їх наслідки. Я просто ей торгу голову. Я ей просто сьогодні застрілю эту Катю. Вперше за історію проєкту. Всем привет. Переможець проведе вас класами легендарної академії LeCordon Bleu. Ексклюзивна прем'єра. Невідома версія Мастер-Шеф. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! За переглядом сюрпризів, а для учасників шостого сезону сюрпризи почали ще на початку їхнього шляху до перемоги. Поздравляю! Скільки вас зараз? Шестнадцять. Хто считать між? Шестнадцять. Сколько? Семнадцять человек. Шестнадцять. Ми разом з нас у шестнадцятку зібрали наші чомодані сумочки, хто що мав, скільки хто вважав за потрібне. От і приїхали сюди, в цей наш готель. Алоха, Гаваї! Ми як сюди приїхали, саме перше знаєш, що це пакування там просто. Дві машини сумо. Так запирайте свої чомодани, у мене там. Ну, Олег всім дівочкам помог ввечі занести. У мене шох, тось капана, сало. Це сало ще є. Це мені зразу нагадало піонерський лагер. Приїхала в це в піонерський лагер. Ідемо ко мене в номер, в гостиниці. Пожалуйста. Валетка, 15-й номер, 15-й номер. Где я буду спати, не знаю. Може здесь, а може здесь. Не знаю, я посмотрю, де мерч. Я ще нічого не пробую. Нормально, главное, що не скрипит. Це найголовніше. Мужчина мене поймут. Теж не скрипит. Далі ви дізнаєтесь, як Микола Миколаєвич заслужив звання першого ловеласа проекту. Це ж такий мільйонер і покоритель женських сердец. Розвайник ви нашого, девушка, Ніколай. І хто полонить його серце? От це вже, знаєш, романтик, влюблені гляда. Не перемикайте. Изначально, как бы, Саша Точий должен был жить с Николаем, энергайзером. Я вообще где-то посильный, даже какие-то, по-моему, голый ходит, спит голый, нафиг я. С ним кто-то жил, не по-моему, кто с ним, типа, говорит, что он ходит голый, спит голый. Люди, заходите, гости. Реально, Точий к нам побежал, пожалуйста, возьмите меня в свою палату, я не буду сколить, типа, жить. Я буду спать, буду на сладушке. И я доволен, что, ну, как бы, у меня в палате моряк и дожденьки. Не, ну, прикинь, ты заходишь, там, говорит, что его ходит голый. Заходить не бойится. У нас есть хендисонер. А у других из нас, я подумала, кто-то в небе, говорит, сетка, так что у нас тут будет ващий класс. Я еще, когда только попала в двадцатку, я хотела жить со Светланой. Мы так и мечтали, что мы будем две соседки, потому что она такая позитивная, энергийная, классная, суперограя. Ну, я задумана, что у меня такая соседка. Ну, так, получилось, что мы действительно, действительно, есть соседками. Я знала, что мы живем в месте, что мы живем в седьмом номере, и у нас будет кое-то, что не все. Вентилятор привезла, от комарей привезла, что она там еще все, всякие средства привезла, всякие лекарства привезла. Закрутки, сало. Ой, ты с голодом, я воревка. Это все домашнее, все у нас. Мы же в селе живем, мы же живем свиньем, у нас великое господарство, барани, кури, качки, крылы. И все, знаете, как это домашнее, воно годовое свое, воно без химии, все натуральное. Ну, вот доброта ее меня привлекает. Вот она душевный человек, она добрая. Это был правильный выбор, я знаю, что я делаю. Я даже с ней не поссорюсь со Светой, я вот это чувствую. Не так сталося, как говорилось. Светочка и Вика держались всегда вместе. О, кто это, Вика? Что снищило щиро дружбу между Светланою и Викторией? Она себе показывает, что я и такая, что я могу идти по головам. Не перемикайте, это лишь почеток. Мы заселились с Катей и пошли искать Лену с Натальей. Лена! Самая классная, офигенная львовская девочка. Она тоже, может, из-за того, что мы из Западной Украины, я не знаю, знаешь, у нас так менталитет с ней очень похожий. Честно сказать, самокультурная, очень разумная, выхована. На первый взгляд не скажешь, а слухается, как Боже. Тату, ты все записала? А то покажет мне. А так это была не я. Всем привет! Он солидно заехал. Во-первых, позже всех. Во-вторых, с таким пафосом, что я понял, что он будет победителем мастер-шефа. Ну все! Я счастлив, наконец-то я счастлив. Я не спал все это время, ребята. Я так хотел вас увидеть. Я соскучился со всеми. Когда я узнал, что Руслан будет моим соседом, я судил его радушно. Заходи, будешь хозяином. Утирай кульку. Просто прекрасно. Позволяйте мне выбрать кульку, тогда ты будешь спать. Разделили комнату. Границу проводить между кроватьями не стали, потому что все общее. Вот так. Ну и стали жить, поживать. Хороший, нормальный мужик. Я рад. Рома, чтоб я не занимался, держи краба. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Позже всех приехал Юра. Мы его очень сильно ждали, потому что он нам сказал, что он нам привезет в Беларуси трубочки, сгущенку, конфеты. И тут приезжает автобус, привозят Юру. Юра выходит, и мы даже с ним не поздоровались. Я ему самым больше кричала. Юра! Я думаю, тебя забыл. Ты мне обезал. Не дай бог, ты мне не привезешь сгущенки белорусской. Я тебя отправлю назад. Сгущенка в Африке, все есть, в Африке выставить. Привез, Базарик, привез сгущенки. Чего сгущенки? А-а-а! Только на вопрос, обычно выставить в Африке не было. Правильно встали. Сгущенка? Если даст из-за БСТУ... Да, Басту, бачку такая. Привет. Привет, ребята, сколько моих подарков! Вафель, подушечек какие-то, куча сладостей, короче. Мне вопрос, ты с собой вещи брал сюда? Ты не забыл? Я только набрал вафель, набрал, и все. Ребятам понравились все сладости, но не хотелось казаться каким-то человеком, который тут приехал. Типа, я вам подарю конфетки, и вы все будете меня любить. Чи? Ну, в первый день заселения мы решили со всеми поближе познакомиться. И мы устроили гриль-батти. Шановна громада, шановні участники проекта Мастер-Шефа, меня зовут Олег Ковальчук. Я хочу выпить за ваше крепкое здоровье, за ваш позитив, за вашу силу воли, за вашу вдачу. Ну и за вас, будьте здоровы, я сам пью, вас всех запрошу. Просто зараз вы дизнаетесь. Здесь у меня дружбы нету, здесь у меня есть цель. Что зруйнувало дружні стосунки между участниками? Да, да. А кто, милая тварь? Да. Как кухарі разважались за межами кухни. Развайник за нашу одежку, Николай. Воно дуже великое, страшное жужжение. Уже голодчин. Ой. Познакомились. Наша двадцатка друг с другом, понимаешь? И начались уже, наверное, что моменты с прозвищем. Прозвища, самое первое, конечно же, получил кукурузу. Ну, от меня. Кукуруза не нервует! Ну, как бы водись, постоянно по пляжу ходит, там, кукуруза, 10 гривен. Мастер Шеван ходит! Ну, я прикалывался, что мы после проекта пойдем на пляж продавать. Тоже мне стартап. Пойти в поле на *** качанів с чужого городу, понимаешь? Зварить и продать нашими руками. Светочка Беличук. Ну, вона вообще, наверное, что для всех была сразу Светлана Доброе Сердце. Ой, как я уже вас люблю, честное слово. Дуже, дуже, дуже. Ну, это Светочка. Оля Стеблицова, это была просто математика. Оля! Математика! Ну, что математика? Потому что учительница математики. 150 и 70, тут уже 210. Математика. Екатерина Пескова, с первых дней у нас она была батя. Катя, батя. Батя, пожалуйста. Они мне говорят, что я криминальный авторитет, что не понимать. Катя сказала, как отрезала. Ну, они издеваются надо мной. Виктория Карошка. Ха-ха-ха-ха-ха. Она у меня была меренга. Ха-ха-ха-ха. Потом лазанні. Ха-ха-ха-ха-ха. И мы такие, опа, а какие нормативы? По ветерану, смотрите, кажутся, а мы что, тут нормативы не сдаем? Да, это я сама заявила об этом. Ну, я так, мы просто общались в компании, да, когда нас еще было 20 человек. Я рассказывала, что когда-то в детстве я там гуляла со своим дедушкой, и он включил меня буквам. И вот, например, он мне сказал, прочитай, как это будет слово наоборот. И там было, а наоборот, слово норматив – это Витамрон. И он мне сказал, что когда ты станешь известной, вот, можешь взять себе псевдоним Витамрон. Вот. Николай Николаевич, для меня он всегда был батарейка-энерджайзер. Нам мылил голову. Потому что в его возрасте он реально батарейка-энерджайзер. Пока здоровье позволяет, пока сердце бьется, мы будем пить, где и когда придется. Как камера видит? Так, так. Ну, можем писать, да. Я не сторонник кличек, прозвищ. Для меня это никогда не было таким важным моментом. И я не приветствую этого. Я обращаюсь ко всем по имени, с уважением. Какие бы ни были глупые здесь ситуации. Потому что вроде бы все взрослые люди. Руслан Гром. А вот понимаешь, он сказал, что бабушка на него врила моня. Красочек, мой красок. Бабушка, как в воду смотрелась. Моня, это про него. Моня все равно самое лучшее. Оце просто, я тебе скажу, до бабки не ходи, оце Моня. Мені ребята кажут, что на меня Николаевич сказал «Бэтмен». «Бэтмен». Гэтменюку дали це прозвиско точно, потому что он сильно полный. Я ему говорив, что надо худеть трохи. Но это человек пхает в себе все подряд, и ему комфортно от этого. А если человеку комфортно, то я считаю, что ему, значит, хорошо. Между собой Олегу мы дали ему такую подпольную кличку «Мотиватор». «Давай, отработай, все». «Быстрее, быстрее, быстрее!» «Виктория, давай, две штучки побегли». «Вечно ходит и нам рассказывает о том, мотивирует нас, что мы должны там заниматься чем-то. Спорт должен обязательно быть». «Что-то Юрчик готовый?» «С Юрком живу сейчас в комнате, Кармазин из Белоруссии, из Витебска. Его беру, он сейчас уже вроде до соточки, у него чистоточка килограмм вес. Так в нолуце не видно, но тело в натуре таке трохи надо потягивать». «Сейчас утром пробежечка, сейчас педем собираем, кто же хочет». «Мы слышим, что в коридоре Олег уже проснулся и громко ходит, говорит, «Надо зарядку становись». «Девочки, спортфаза, алло!» «Подъем, вы уже оба готовы?» «Да». «И мы уже поймем, что мы спим, не спим, но нам надо вставать, на эту зарядку идти, потому что лучше пойти на зарядку, чем потом на завтраке услышать все, что она тебе думает. Как ты могла спать, в огню не запустила, вениво». «Если еще желающие побегать с утра, позаниматься спортом». «Это просто, можно так сказать, обычная аэробика, обычная, чтобы встряхнуть организм». «В шахматном порядке все стоят». «Особенно сплочали эти занятия нас со Сашей, который брал стульчик, говорит, я тоже иду с вами заниматься». «Тяжело идти?» «Саша, ты?» «Хорош, хороший». «Ребята, сначала давайте сделаем немножечку разминку, растяжечки, то есть в одну сторону потянулись, в другую сторону». «Как бы инвентаря у нас не очень много, и тренируемся, кто чем может, кто кем может». «И стоим ровненько, попа уходит назад, колени не выходят за носки, и начинаем делать приседания. Можно делать как параллельные, так и глубокие». «Олег – это вообще спортсмен. Ходит, сюда пузо выставляет, кубики показывает, и вон такой качок». «Вперед. И приседаем. Хорошо. Видишь, шикарный?» «Три. Раз. Два. Не падай, духом. Три. «Четкий пацан, типа девочкам присылался. Сейчас, в данный момент, никто не смотрит на таких, как он. Клокаченный барбитуру или чем-то. «Сейчас на бот любят мужчин хороших в теле, чтобы было, что взяться, подержаться, согреться. И раз. Оля, на ботну». «Ну, блин, молоко, кефир, йога – это самая лучшая еда. Ну, как так можно? Ну, забивайся, как отресни, расслабься. Вечерком, перед сном, писарочек холодненькую бахни. Это ж нормальная жизнь». «Еще раз. И раз. Два. Три. Закончили. «Еще раз. Раз. Два. Три. Закончили». Далі ви дізнаєтесь. «Ты среш асмік просто в говно, потім цілуюшь ее в десна». Що поклало край дружбі на мастер-шеф? «Да, да. Так ты пила, тварь. Да. Началась жесть. Мясорубка». Чому Сашко Швець опинився на хірургічному столі? «Кроме була тьма, це було жорстко». А чим закінчиться зустріч ТОП-16 з новоспеченим квартетом? «Ми не думали, що ми піднімем такий пласт негатива?» «Это пушечне м'ясо». Або від ненависти до кохання – один крок. «Я вже мамі сказала, що я такой зять ждет. Такой зять!» «Когда шли на перший конкурс третьей программы, каждый подумал, що хотим, ідем, наконец-то ми будем готовить. Вот наш звездний час. О, клас! «Да, да, да, ідем». «Ми побачила я кресла, екран. Я думала, що це щільно, що цей конкурс царівно буде». «Ба-бам! Сім нових чоловік появляється. І все таки, да ладно!» «После окончания конкурса отборочного тура ми по цьому поводу пришли і висказалися друг другу, і вообще висказалися. «Надо розбираться!» «Смотрим на них і розуміємо, що це пушечне м'ясо». «Знаєте, як новенький прийшов в клас? А вдруг він такий, що там, блин, будеш сам за головою хватати, і думаєш, біля, я його видити не хочу, нічого не хочу? То есть було таке ощущення, а вопрос, які вони? «Ну, вони никакі для мене, но». «Такой, какой мы экшен получили на каждому конкурсу, такой драйв, такой раду, у них не було це!» «Ми не думали, що ми піднімем такий пласт негатива уже у существуючей шестнадцятки, да?» «Мене удивило, я вам честно скажу, мене удивило отношення всіх к цим участникам, які приїхали. Як по мене було, всіка призят, вони волновались, може було б їх і підтримати. Ну, на самом деле...» «Адже, ну, сон, 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 сон!» «Можете понабирать по объявлению до дому!» «А дед там, аж, знаешь, романтик, влюблённые глаза!» «Открыть надо, подожди, сумушка!» «Татьяна, тебе сделаю первое, только из уважения!» «Всё!» «Ти здесь сказали, всех заводиш!» «Татьяна!» 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 «Ну, я тебе так скажу, это две несовместимости!» «Дед – это...» «А щас я сформулирую правильно, чтоб и деда не обидеть!» «Вот я вам говорю, Таня, почему нельзя?» «Щенщина на площади!» «Знаете, извините за грубость!» «Заичков много!» «Ну, это сапожник, который там мат через мат, как бы...» «Ты как баба, я не знал, честно говорю!» «Такой ***!» «Стой молча и держись, со своими как говори!» «Ты сбазаришь там с балконом!» ***! ***! «Она интеллигентная, она смышленная, она чувствуется, что от нее...» «Ну, женщина, вот...» «Нормальная женщина, ну, одеть, что?» «Весь мир стал серый, 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 как тюремная стена!» «Ведь рядом стерва, 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 и она, моя жена!» «Я не последний, не первый, кто несет свой тяжкий крест!» «Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест!» «Мы как бы частично полюбили эту четверку, и когда нас уже стало 20, мы решили сделать совместный выходной, и мы сделали им такую мини-прогулку по лесу» «Может быть, поискать грибы, поискать фрукты какие-то, то есть лесные ягоды, интересного что-то найти» «Так как я первый раз в лесу, первый раз в лесу, мне, конечно, хотелось, как сказать, таких вот не происшествий, а приключений, мне хотелось больше приключений» «Вот сейчас как найду гриб, я…» «Это очень хорошее!» «Это, мухоморщик» «Да, пора вернуть его!» «Все ушли вперед собирать грибочки, а я вижу, что маленький Миколка куда-то девается» «Ну-ка, я пойду за ним, пошла, говорит, смотри, малинка» «Это не малина, это…» «Это ежевика» «Какая-то она другая» «Мы наелись какой-то малины, каких-то медвежьих ягод» «А что, мы уже уходим?» «А что такое?» «Мне так интересно было» «Коля для меня – это другий полей вода» «И, в принципе, скажу так, нормальный, веселый пацан» «Угощайтесь» «Ну так как он очень спокойный, очень добрый, покладистый, его даже ребят называют ручным хомяком» «Я уже маме сказала, что я такой зять ждет» «Да» «Такой зять» «Коля в коллектив дуже влився» «Да» «Просто мочить так» «Ты попроси любые анекдоты рассказать Коле» «Я тебе говорю, я еще тупейших анекдотов в жизни не чула» «Ну так, ***, их Коля расскажет» «Что тут дерева нет» «Анекдот» «Мужик стоит, а второй кидают в него топор» «Тот «Г» «Что ты геха?» «И скажи, что поймал» «Вот получается анекдот» «Давай, давай» «Ну прикольный чувак, я бы сказала, в нашем коллективе, додает своего такого шарма непоторного» «Как сказать, ну мне понравилось, якобы этот день провести в лесу, и притом с коллегами» «Есть раки, есть» «О, есть, есть, у меня есть рак, есть» «Рак или какая-то ***» «Ай, ***» «Беной стул» «Али, на жаль, прогулянка для учасників не закінчилась хеппи-эндом» «Того вечера Саша Швець ледь не покалічив себе» «Давайте скорую сюда» «Дуже сильно, просто мега сильно розрізав ногу, у крови була тьма» «А я и кровь две несовместимые вещи, у меня хобби конкретно, я ужасно-ужасно боюсь крови» «Я сразу там окуня рубану, все, нема мене там пару часов» «Бегом організували ему больничку, пять швов наклали, зашили колбасу, вот такой ниткой шили, что я еще не бачила, что лікарь может такой ниткой шить» «Ну реально, знаешь, такая капронова нитка, яку соседку роблять в колбасі» «Це было жестко» «Коли ми дізналися про травму Саші, перше запитання, що у нас виникло, чи зможе він готувати разом з іншими учасниками» «Він реально стою адською болью, його там і нескорі зразу привезли на співуче поле і все» «Так, а я смотрю, у нас тут есть раненый боец, Саша, що случилось?» «Раков ловив» «Работати зможете?» «Да» «Под свою ответственность я реально вошел на конкурс» «Так давайте я зб***-то вот, курицу з овощами з'єлал, це як основне» «И в итоге він отпухав весь конкурс, його забрали вже оттуда, не дождавшись вердиктов з температурою по 39» «Ну он крутой, он молодец, он ни разу не профенолонил ни один конкурс» «Вы уверены, что вы так справитесь, да?» «Я так, попрыгаю» «Хорошо, ваше время пошло» «Он на костылях, хромая» «Хромой, давай быстрей» «Бегал по деревне, собирал этих курей» «И че так то, что моя нога тромирована» «Откапывал в лесу клад» «Ушли третий сутки» «Саша, не переживай, ну ты же знаешь, что мы всегда тебя поддержим и будем делать так, чтобы ты всегда был в нашей команде» «Никакая сволочь, ты у меня делал на тебя черный фартук, потому что это вообще несправедливо» «Саша» «Я? Ну куда без инвалидов» «Було приемно бачити, що учасники піклувалися про Сашу» «Кожного разу, кожного конкурсу кухарі допомагали ему долати труднощі» «И саме Олександр навколо себе згуртував першу коаліцію шостого сезону» «У нас была такая группировка, это была я, Олег, Лена, Катя, Саша» «Я говорю, что нас объединил красный фартук» «Перепелочки мои, девочки, иди сюда, девочки, эх, барышни» «Мне очень импонирует душевное состояние Олега, мне нравится то, что этот человек имеет какие-то моральные устои внутри себя» «Будет крайне неприятно, если я так думаю, а это не так» «И у него там уже где-то надгробная плита есть приготовлена для меня» «Гаспаряна Сміка Ерапетовна» «Ты народа? Ты народа?» «Мне кажется, что участники больше смотрятся на меня и на Смик, как на лидеров и думают, до кого больше приткнуться» «Ну, может быть, больше даже до армянки, потому что она умеет себя подать» «Знаешь, есть анекдот? Не знаешь анекдот? Сидит еврей и плачет» «Питаю, что ты плачешь? Он говорит, что армян родился» «Понял, да?» «Потом, получается, еще один анекдот» «Коля, файл» «Дай, что икорик, блин, я запутал Вика» «Светочка и Вика держались всегда вместе, как-то так» «Точно, вчерашний торт, вчерашний торт, мы почти такие же самые» «Я растопила шоколад с маслом, я это сказала» «Был коллектив Николай Николаевич, Татьяна, Руслан» «И туда больше флегматики идут тоже, и Ковтун, и Игорь, даже Юра Кармазин» «Команда Синий» «Осталось только спросить, а хорошо ли вам живет здесь мальчики? Ну я скажу так, вот мы не космонавты, но у космонавтов есть такой тест, тест на совместимость людей специально помещают в закрытое пространство, и они там живут, испытывая любовь, ну конечно в нормальных, в разумных понятиях, да, любовь друг к другу, приятные отношения, ненависть, злобу, ярость, все это проходит, и как эти проблемы решаются в этом коллективе закрытом, вот у нас приблизительно точно так же» «Далее вы увидите…» «Я просто ей торпу голову» «Криминальные заявы Виктории Король» «Голову, язык, я поломаю ей ребра, я ей просто сегодня застрелю эту катю» «Эксклюзивные кадры» «Ты еще могешь, Коленька?» «Приходи» «З найгарячейшей вечерки цього лета» «Ой, его!» «Разпальник вы нашел, девушка, Николай!» «Я не в свои 64 лет, я так думаю, что еще дает такого газу дома» «А также Асмик Гаспарянов проведет каждого из вас потаемными классами легендарной академии «Лекордон Блю» «Сейчас я вам покажу, как это выглядит» «Не пропустите!» «В эфире невидома версия…» «Мастер-шип!» «Мастер-шип!» «Тут вы узнаетесь про все, что лишилось за кадром» «А это обязательно, если…» «Участники швидко сформировали коалиции после первых випробований» «Асмик» и «Червоние фартухи» «Сос объединил красный фартушок» «Проти дуэту Светланы и Виктории» «Сос объединил красный фартушок» «И третий табер «Мекола с синемы фартукан» «Осталось только спросить, а хорошо ли вам живет здесь мальчики» «Ну я скажу так, вот мы не космонавты, но у космонавтов есть такой тест» «Тест на совместимость» «Людей специально помещают в закрытое пространство, и они там живут» «Испытывая любовь, ну конечно в нормальных, в разумных понятиях, да» «Любовь друг к другу, приятные отношения, ненависть, злобу, ярость, все это проходит» «И как эти проблемы решаются в этом коллективе закрытом» «Вот у нас приблизительно точно так же» «Ну изначально были люди, которые выбивались из этой общей массы» «Катя, ты жучилась» «Закрой рот» «Если ты сейчас... Закрой рот, Вика!» «Витамрон, ну это ясно» «Ну витамрон» «Ну псих, псих-одиночка» «Я здоровая, Ленточка» «Ты просто больная» «У меня есть справка, можно пойти сходить» «Я тебе покажу справку» «Я думаю, что с тобой липовая справка» «Лен, пойдем независимую» «Ты лечуешь других людей вообще» «Господи, там такие скандалы были» «И уже хотели перехрестить 500 тысяч раз молотком по голове «Зарабатывать и закопать пятою сосною», чтобы ты понимаешь» «Это тесто не подходит до блюда» «Нет, неправильно» «Давайте, быстрее, мне надо быстрее» «Мус не падается в кольце» «Олег, они сделали неправильно» «Где моя кастрюля? Кастрюля с водой» «Чтоб я знал, где» «Задолбала уже» «Я поставила кастрюлю» «Айди ты зад уже, не ри мне в ухо» «Коли це все вот в конкурсе, це настільки накаляє і розбиває людей» «Вика, закрой» «Не закрывай, я тебе говорю» «Ты понимаешь, чтобы вода выпарилась» «Как она орет» «Она бывает лезет туда, куда надо и не надо «В каждую дырку, где свобода, она туда будет лезть» «Оля, быстрее взбиваем соус» «Быстрее» «Покажи, как ты обжарил» «А где сок? А где сок?» «Ты сказала, Свята, что ты обжаривала ее на сковородке сначала, а потом запекала в духовке» «Ага» «Зачем ты запекала в духовке» «Вика придиралася до всех блюд, а до Мога придиралася наибольшее» «Кто у вашей команде працював гірше за всех и зараз одягнет черный фартух» «Света» «Мне пофиг, я пойду по головам» «Ну так всегда по жизни было, и вот я борюсь сама, знаешь, ну я хочу… мне тяжело очень с самой собой, наверное, мне самой тяжело, я в этом признаюсь» «И настав момент, коли Вікторія залишилася сама. Від ней відвернулися всі учасники шостого сезону. Вона намагалася вести на кухні одноосібну боротьбу, та один у полі не воин» «Музика» «Это был ужас, я тащила этот баул на себе, знаешь, вот это только можно сравнить, как каторга, вот была картина «Бурлаки на Волге»» «Смешно, да?» «Я его протащила, наверное, где-то метров двести» «Всё!» «Возьмите сон фартуки» «И всё, я решила, что я больше не хочу такого издевательства над собой» «Всё!» «Не можешь нести? Четыре коробки отнеси! Я не могу скинуть! Скинь, как не можешь?» «Я решила бросить это всё и уйти вплоть до того, что я ухожу с проекта» «Вика! Виктория, машина, сядьте, пожалуйста!» «Нет, я не хочу!» «Виктория, поведённого!» «Всё приехали, как бы всё нормально, и Вика просто, она приехала, у неё истерика» «Она испугалась, она физически, мне кажется, я не настолько была физически сложной, как психологически она сдалась» «В очах Викторії я побачиваю відчий. Розуміння того, что вона заплуталась у собі, и нерозуміння того, как это всё виправити» «Вона відмовлялася повернутися на кухню мастер-шеф» «Та мені здавалось, что Викторії у цей ситуации не вистачає лише одного – звичайної людської підтримки та теплого слова» «Мені завжди здавалось, что Ви сильна жінка, и то, что сталося, меня насторожує» «Я хочу, что Ви мені відверто відповіли, чи стане Вам силы повернутись на кухню мастер-шеф» «Я не вистакую» «Я могу с Вами поговорить, но мені снимати не потрібно» «Хорошо, я спознаю» «Он говорила, що покинуть проект можна легко, но Ви ведь проделали уже какой-то путь» «Очень говорила такі правильні слова, знаешь, которые внушали мені силу» «Суді говорять о том, що, ребят, не хотіли ли б ви поделитися продуктами с участниками, у которых їх немає» «Если ти там слабе физически, слабе емоціонально, то давайте поделимся продуктами і просто покажем, що ми все-таки здесь в битве кулинарной» «Спасіма» «Ну класно, що такий сезон, що це дійсно культурний, порядний і вихований» «Мені приємно, що я і в цьому колективі жіння нормальні, адекватні люди» «И поделившись продуктами, ми достигли такого, що нікого не убрали в цей день» «Я пышаюсь вам» «После цього конкурса, таке було впечатлення, як будто пік скандалів, ссор, склоків, в каких-то там недоверіях упал ниже» «Молодець» «Молодець» «Молодець, поздравляю» «Та ли ви побачите, що стане на заводі дружбі?» «Здесь у мене дружби немає, тут у мене є цель» «Та злагоді на кухні «Мастер-шеф» «Та, так, тварь, тварь, так» «Люди, реально, ви...» «Та просто зараз найскандальніша вечірка цього літа на «Мастер-шеф» «Опять порнографія, як завжди, на «Мастер-шеф»» «Какий мужчина!» «Як кухарі святкували екватор свого шляху до перемоги» «Решили устроити пенную вечеринку на пляже» «Я полечу» «Я пиджу» «Я себе представила, ну, как всегда, со своим богатым воображением, знаешь» «Я подумала себе, что это будет там...» «Там будет катер, белая яхта подплывать, знаешь» «Мы там будем выходить с трапом, знаешь» «Ой, пиджу» «Здравствуйте, товарищи дорогие, уважаемые телезрители» «Давай!» «Мы взяли гладильную доску для, ну, а-ля у нас барная стойка» «Теперь не ем меня воссейн, теперь не ем меня воссейн» «Теперь не ем меня воссейн, теперь не ем меня воссейн» «Взяли с собой бассейн» «Чтоб ты понимал, конечно, мозгов у нас маловато, потому что мы на пляже» «Рядом речка, и при этом мы со своим бассейном» «С речки и ведрами натаскали воды, а теперь нужно сделать пенку» «Потайся, вставай, будем пену делать» Купили гель для душа и взяли венчик из кухни, для того, чтобы сделать пену. Не вижу острых пенов! Папа, я с мамой готова! О, пена! Давай! Вика, иди сюда, Вика! Перенги! Смотри, Вика, Вика! Ой, это еще слабая! Еще слабая, еще работать надо, да? Не работать! Во-во-во, у нас все! Конечно, меренга не удалась, потому что скорость, не хватило скорости взбивания, в общем, жидкости больше, чем пены. Ну, пики есть! В общем, я говорю, взбиваем до пиков, а получилось просто какая-то опять порнография, как всегда, на луне мастер-шем. Жоу! Машу, мы демерем! Ой! Менезапир! Господи! О, гляд! Гляд! Устроили продажу баронного мохито. Мохито продавали за поцелуйчики. Кому мохито? Подходим, не стесняемся! Машито! 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 Три! Чтобы было кислее! Касание еще! Махито! Горболька и квас! По сколько раз надо? Сколько хочешь? Это уже аванс. По парню, сколько надо? Восемь? Коленька, ну почему? Ты самовладительница? Мам, ну, кладешь, что-то я таки собю, Дон Джуан. Так ты еще могешь, Коленька? Приходи. Он в себе военный, но в свои 64-е годы я так думаю, что еще дает такого газа. И он поклонник себе нашел ее на пляжу. То есть, вернее, поклонник себе его, значит, на пляжу. Пусть поцелуют меня сначала. Как вас звать? Мы целуемся с Аллочкой, потому что она купила у нас. В губки, пожалуйста. Николай Николаевич там исполнялся вообще. С девками залез в бассейн. Что? Коктейль можно? Мужчина коктейль бросит. А я тебе еще раздал. А Николай, еще разнишлися вы. Какой мужчина! Это ж такой миллионер и покоритель женских сердец. Раздаленько нашел, Нишка, Николай. Нам было кайфово, потому что мы могли покупаться, полежать на песочку, залезти в бассейн с пенкой и путь коктейль. Сначала они очень дружили. Очень. Дружба такая была, что посмотришь, такое ощущение, что люди знали всю жизнь друг друга. Все, отлично. Ой, все. Хорош. И это было сегодня. Это было. Спасибо. И вот вся наша двадцатка шла. Вроде так все. И все так, знаешь, как один одному помогали. Та-та-та. Сколько будешь стоять? Все, я... Боже, прости, Руслан. И тому поднеси, и тому подлежи, и тому забери, и тому приготовь. Николай, пожалуйста, до меня, кисточка. До меня. Ви мій дорогенький, зародите. Вот. И потом начали участники убивать. По одному, по два человека. Вы обои залишаете эту кухню. А что ты плачешь, Господи? Сразу лица менялась уже полностью. И когда экстренные такие ситуации и стресс, люди показывают реально истинное лицо. Я объясню, как специально, что у вас не так, ты мовчала. Или сказала сразу, ебанка, у медиа. Николай Николаевич сказал, нас емана. Потом еще раз повторю, е, а додиа. Послушайте. Послушайте. Мы с Николаем Николаевичем оказались на острове проклятых. Он там зачищал мидии. В мидиях есть вот эти вот волосы, вот эти вот водоросли. Я их выкинула. И когда судьи рассказали о том, что у всех команд в мидии есть вот эта водоросль, и дошли до острова проклятых, а у нас нету... Николай, есть там что-то? Есть. Нет. Ну, я промолчала. Я думаю, ну, отлично же, Николай Николаевич, его похвалят сейчас. И он меня взял за ручку, моя рука была у него прямо на вердиктах, в руках сзади. Николай Николаевич, никакую мидию не чистила. Я потом перед подачей снимала у него бороду. Я говорю, я сняла с водорослей, с мидией эту водоросль. Вот эту штучечку, которая в середине мидии. В смысле, ты опять влёшь? В смысле, я опять вру? Если ты сняла, то почему ты судьям не сказала, что ты сняла? Всё, я не перетягиваю на себя, когда я работаю в команде, на себя внимание. Люди добрые, я сняла говно с мидией. Тоже мне достижение. Сегодня ты врёшь, я вчера врала. Конечно, я пока вчера врала. И вообще, я здесь же вру с первого эфира. И буду врать до последнего эфира. И пока мы здесь не останемся в финале. Катя, думай иногда мозгами, о чём говорит. Для меня СМИК – это с первого дня, это очень хитрая, продуманная девочка. Ты понимаешь, что вот она тебе с тобой, с тобой, вы типа дружите, дружите, дружите. А в каком момент она тебя может подставить, ты вообще не понимаешь. От того, что я здесь не ору и не крою вас матом и не ругаю с вами, это не значит, что я здесь постоянно вру. Это моя внутренняя... Это все нападения. Ну, конечно, ты на меня напала и сказала, что я вечно вру. В том командном испытании я увидела, что, вот знаете, что-то пошатнулось, как будто бы и тот, и этот мир рупнул. Мы уже вступаем в ту фазу, когда кончается любовь и дружба, и начинается выживание. В разных условиях психологически надо быть готовым к тому, что тебе будет делать папость. Меня это не пугает, я знала, что это будет. Меня пугает только одно, то, что люди не искренне, то, что люди не могут в лицо сказать. Ты меня разряжаешь, ты меня бесишь, ты там сволочь. И это все копилось, копилось, копилось. Ну и вылезло. Далее вы увидите, кого звинуватить у брехни тазраде. За такие вещи людей можно и в суд подать. Криминальные заявы Виктории Король. Я просто ей торгу голову. Голову? Язык? Я поломаю ей ребра? Я просто сегодня застрелю эту Катю. Да наи горячищи скандалы на кухне мастер-шеф просто зараз. Ребята, дайте ягоды. Мне надо ягоды на соус, Катя. Но мне тоже нужно... Бери. Что бери, Олег? Мне тоже надо ягоды. Что бери? Так тихо! Накрыть, брат. Сама закрой рот, Лена. Заткнись. Сама заткнись. Задолбала, блин, сирена. Олег говорит, хватит, у вас есть что делать. Я думаю, это будет капель денег. Капитан, вроде бы, я, не Лена. Я капитан. Ясно тебе? Здесь у меня дружбы нету. Здесь у меня есть цель. Все, я доволен. Я знаю точно, что когда я так стою, что здесь у каждого из нас один сегодня уже девять. Есть ножи. И все узнали друг о друге. Кто что говорит на самом деле, как происходит жизнь на мастер-шефе. Вы точно думаете о том, что это? Конкурс у нас был. Когда Пескова была капитаном, *** свою команду и злила Швейца. Начинается выживание. То есть выживать. Выживать людей начинают. Она капитан, и она должна на кого-то одеть черный фартук. Я считаю, что виноват Саша. Чтобы ты понимала, сегодня я много чего услышал. Чисто случайно. Они меня просто не заметили. Я слышал разговор между Песковой и Асмик, что они хотят, если будет какой-то командный конкурс, и кто-то будет из них капитаном, взять обязательно меня для слива. Изначально я знал, что это слив будет. И я не хотел идти в эту команду, потому что на самом деле это просто человек, который себя что-то показывает с хорошей стороны. На самом деле это не так. Стоять, дорогая. Знаешь, что ты рыхло сраной? Своя х**та, карапатка была. Рыхло. Да, да. Ты ладь. Началась жесть. Мясорубка. Мы уже не можем надевать маску на себя и говорить, вы классные ребята, вы супер. Люди, реально, вы... Рыгать хочется от вас. Вот твои вот игры, вот и побачу. Як ты срешь Асмик, просто в говно, потом целуешь ее в десна. Асмик. Не будем изменять традицию. Реально, она так похожа на кобру, я только сейчас поняла. У нее такая прическа, эта бородавка такая... Мне тошнит уже от нее, честно. Як ты срешь Олега в говно, потом целуешь ее в десна. Мы тебе доволен сказать, Олегу давай скажем, я вам скажу. Дай Кате сказать. Я хочу победить. Так он же не может, он свинья, а не мужчина. Послушай меня, Олеж. Не нужно себя вести как дебил. Спасибо вам, ребята. Потому что каждый тут, кто дошел до своей ступеньки. Да, 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 это ты тут говоришь, а на интервью ты совсем другое говоришь. А Олег, типа... Всем вот так вот. Пескова. Да. Я вас мотивирую? Да, очень хорошо. Здесь люди, которые сошлись с одной целью. Победить. А победа только для одного. Они ее потом делить на всех не будут. Они что будут, все вместе пойдут в Париж? Или весь выигрыш будут делить? Я сомневаюсь в этом, что они это будут делать. Люди вообще ведут себя очень ужасно. Люди брешут. Люди просто обсирают один одного на камеры, за углами. А потом приходят, как ни в чем не бывало, целуют один одного. Понимаешь? И хотят до каждого так, каждого обосрать и подойти и поцеловать. Никто здесь ни с кем не дружит, и не дружил, и дружить не будет. Может, кто-то с кем-то спит, я не в курсе. Но дружба здесь и не пахнет, и не пахла, и пахнуть не будет. Потому что каждый сюда пришел изначально за победой. Кто-то за деньгами, кто-то квартиру себе хочешь купить, кто-то машину, кто-то кубок получить, кто-то рекорд на блю поехать, кто-то на экране засветиться, кто-то себя продать. Но нету никакой дружбы. Какая дружба? Чем ты говоришь? Ты шо? Невозможно дружить в шоу, в котором победит один. И как бы тут же это жесткая победа получается. Да ты идешь, идешь, по одному раз в неделю уходят. Так что, ребята, будьте хорошими поварами. Прикро згадувати, але цього сезону учасники залишали кухню не лише через невдалі страви. Вперше за історію мастер-шеф, людина покинула проект за станом здоровья. У неї там была какая-то серьезная проблема, я не знаю, с чем там, со здоровьем была. Удохнула. Еще раз вдохнула. Хорошо? Таня, 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 она пиже. Скорую вызвано. И получилось то, что она попала в лекарню. Мне сделали МРТ, у меня 4 или 5 пазанков, короче, вот так вот сплюснулись и ущемили, короче, сосуды кровеносные и нервные окончания. Организм стал физически, не психологически девушка ушла. А по физическим причинам ця людина была вимушена покинуть проект. Селок есть, не хочу плакать. Таня, Таня, что? Здоровье это самое главное, мы переживали. Конкурс пропустила, ничего страшного. На жаль, Тетяна Карсаева не сможет продолжить борьбу за званием мастер-шефа Украины. Вона была маленькой такой, может, якоюсь зірочкою, яка не засвятилася, але вона есть. В мастер-шефе 6. Вот я рад, что познакомился с таким человеком. Ты будешь красна-чорным шефом. Я тебя буду курить. Ты будешь красна-чорным шефом. Пока. Удачи. Уже так загадываешь, стільки конкурсов было. Особисто у меня было 64 конкурса. Наташа, бери свои девайсы и давай сюда. Натали, давай! Когда у нас был очередной выездной конкурс, мы встречались в битве с сборной мастер-шеф всех сезонов. Там была Наташа Левензон. Это девушка, можно сказать, кондитер, очень хороший. Кондитер серьезно, женщина такая. Я вот с ней познакомился и был запрошен до нее на открытие ее кондитерской. Эта кондитерская в саммисненькому сердце Киева, в саммисненькому центре Киева. В саммисненькому-саммисненькому. Кому может быть саммисненькому. Привет, дорогие друзья. Поздравляю. Спасибо. Привет. Купай. Да, пахнет. Ну вот, когда мы зашли, там действительно было очень много персонала. Девочки-кассиры. Мальчик-бармен. Кстати, я вам купила вот эти вот с именами. Мы не успели, да. Завтра будете все именные. И она действительно с нами спілкувалась. Там были ее друзья запрошены. Мы пришли поздравить нашу подругу. Да, с таким открытием классным. Ну и пожелать ей всего-всего самого лучшего. Она же тоже сидела дома. Она дбала про семью. И она тоже была на проекте. И тоже изменила свое життя. Наташа очень долго к этому шла. И как мы теперь все видим, это был путь не напрасный. Просто великолепно. Просто роскошное убранство. Все с ним. Выпечка была и кроссаны, и булочки, и пирожные. Кранцы трех видов. Все, в принципе, подписано. Пресс-бургеры с разными начинками. Мой словарный запас, мне казалось, даже не воспринимает, сколько там тортов и как их готовить. И красивых таких три тортика стоят. Один на ежика похожий, а другой желтый. И просто такой, знаете, как будто солнце взяли и в витрину положили. Только кушать, когда вы будете? Пожалуйста. Я не люблю пироженки. Но там пироженок столько, что я у меня слюновыделение взяла вверх, и я пошла кушать пироженка. Это спасибо большое. Я кушаю борец с яйцом, с томатами внутри. Это национально-израильское блюдо, я забыл, как называется, чаха, там что-то. Ну, реально бомба. Реально бомба ракета. Ну, это действительно их домашний, их дом. Да. Ну, это все действительно, тут никаких химических добавок, ничего я не добавляю. Оно все натуральное. Я могу сказать, что с мастер-шефа, наверное, начался мой путь как кондитера. То есть я оттуда бы поняла, что я все-таки, ну, люблю это дело, да. Я горю этим делом, я люблю, это мое, оно какое-то мне родное, оно у меня получается. И поэтому я решила, что я продолжу именно этот путь, да. Почему черные фартахи? Это зеленые полосочки, это не считается. Было дуже приятно, что она здесь, ну, она себе просто Наталья, она не то, что просто, у нас ведь такая ковная, цикавая, щира, добрая. Честно, вы бы меня спросили три года назад, Наташа, вот это то, что тебя ждет, я бы в жизни не поверила просто. Мастер-шеф дает толчок. Я хочу сказать, что действительно, знаешь, кто-то просто пользуется этим моментом, тем, что дает нам этот же мастер-шеф, кто-то не пользуется. Ну, я вам желаю, чтобы он дал вам какой-то, знаешь, да, дал какой-то прорыв, дал какое-то вот, ну, что-то новое, да, чтобы вы как-то вот себя реализовывали, что ли. Ну, вот это я желаю вам. Я начала думать об этом, что мастер-шеф – это сильная поддержка в открытии чего-либо, в первую очередь, в открытии себя. Після зустрічей с Наталією Левінзон у кухарев шостого сезону ніби відкрилось друге диханье. Їхні очи запалали ще яскравішим полум'ям пристрасти до кулінарії. Вони ще більше навчались, дізнавались, працювали над собою. Та в одного з учасників була геть інша стратегія. Руслан Громов тримався осторонь інших. Все 16 человек, вот 15, 14, 13, я не хочу просто там конкретно ставить ярлыки, это будет некрасиво, имеют какой-то определенный общий взгляд, который не сходится далеко с моим. Это и со стороны ментального вообще подхода к вещам, и со стороны человечности. Далее вы дізнаетесь, у чому полягає феномен поведінки Громова. Ну, человек сам по собі ходить, сам с собой разговаривает. Он играл в какую-то игру, там, я дебил или я красивый дебил. Когда-то будет такая ситуация, когда ему врежут так, что он будет чухаться и думает, зачем я это делаю. Что штовхнуло Викторию Король на криминал? Я просто ей торгую голову. Голову, язык, я поломаю ей ребра, я просто сегодня застрелю эту Катю. Та лише у невідомой версии Асмік Гаспарян проведе кожного з вас по таємними класами легендарной академии Ле Кордон Блю. Не пропустите! В эфире невідома версия Мастер-Шеф. Після зустрічі з Наталью Левензон кухарі об'єдналися заради однієї мети – отримати максимум знань та досвіду. І лише Руслан тримався осторонь. Все 16 человек, 15, 14, 13, я не хочу просто там конкретно ставить ярлыки, это будет некрасиво, имеют какой-то определенный общий взгляд, который не сходится далеко с моим. Это и со стороны ментального вообще подхода к вещам, и со стороны человечности. У нас начался в команде такой разброд, что главное было не мешать портить оперу. Правды нет, правды нет. Руслан сомневался, потому что вначале мы думали, что Олег что-то сказал, да? Нет, я сам с собой обычно здесь разговариваю, все нормально. А, нет, просто я с судьбой, извиняюсь. Да, да. Я до сих пор питаю учасников, за что вы не любите Руслана? Мне дають відповідь. А ты что, не бачишь, что он робит? Ну, что он робит? Ну, человек сам по собі ходит, сам с собой разговаривает, понимаете? То что он тебе? Він тебе *** послав. Чи він тебе набив десь за углом? Він тебе пальцы в двері зажав, чтобы ты все рассказал? Він же тебе ничего не сделал. Така людина просто. А что у вас за блюдо? У вас как зовут, девушка? У вас просто сама с гарниром? Я ж карус не знаю. Я не рассказываю ничего, пожалуйста. А подожди, у вас гарниром? Ничего не рассказывай, пожалуйста. У вас гарниром? Катя, занимайся. Катя, занимайся своим блюдом, пожалуйста. Руслан Громов – это одинокий голубь на карнизе за окном. Ты человека тянешься, хочешь ему с чем-нибудь помочь ты объяснить, он просто улетает, когда ты отходишь, он опять прилетает. И це кожен участник так знает. Ну что, ребят? У нас догадалось. Я попрошу, давай не будем ничего с ними обсуждать наших, хорошо? Хочу поспелкуватися, будешь общаться, после съемок пообщаешься. А чего мы не можем общаться, Руслан? Это запрещено? Нет, ну просто я прошу Олега не обсуждать то, что я готовлю. Ну, смотрите, я эмоциональная людина, я хочу поговорить с кем мысли. Почему не обсуждать то, что я готовлю? Какая проблема? Боже, дурной какой, а? Я не скажу, что он там хреновый, там, уже прям такий, уже он ***, да не ***, он сам себе зробил такий амплуа. Я не знаю, чего он так себе повів. У тебя зачищена рыба. Ты про что говоришь, Лена? Про плавники, які остались тут, а чого вони тут є? Что ты маешь на увазе? Якщо рыба зачищена? Де є? У меня дома, у тебя є? Да ты шо, це твоя рыба, яка лежала у тебе уже зачищена. А, так ты її взяла, схватила, щось зробила. Прошу, я тебя увольняю, Лена. Слышишь ты, увольняю, уволять тебе, я по всей ведьмості бачу. Мне интересна психология человека, как люди себя ведут, и действительно в этом наблюдаются определенные закономерности. И я решил для себя, что на проекте я себе позволю это сделать. Помочь людям показать себя, да, можем так сказать. Руслан, зачем ты меня берешь в команду, чтобы подставить? Уходи. Я тебе сейчас на голову что-то одену. Одевай, одевай. Держи. Руслан, ты больной или что? Объясни мне. Особенно ярко вспоминается, когда они играли в игру «Монополия». И когда Руслан оказался в команде с Катей. Пол яблока, пол лимона, одно яйцо. Руслан, нет! Катя, я разговариваю с Русланом. Жена возмущается, походу. Кате все не подходило, все было не так. Все, что не приносил Руслан домой, маленькая зарплата. Мы живем с мамой. Твоя мама зашла сегодня три раза ко мне в комнату. Твоя мама мне не то сказала. Привет маме твоей. Твоей маме привет. Такого дебила воспитать. Опа! Можно мне уйти? Я не хочу участвовать в конкурсе. Играл в какую-то игру. Я дебил или я красивый дебил. То есть я постоянно, меня это так бесило. Я всегда на него так злилась. Я говорю, Руслан, выйдите из образа, перестань. Знаете, я на самом деле умышленно ничего такого не делаю, для того, чтобы люди сходили с ума специально. То есть люди сами себя приводят к этому. Блин, что такое? Что такое? Я нигде ничего плохого особо не говорю, не делаю. Но. Возьми водичку попей, Катя. Попей воды. Там яда нет? Там только яд. Микрофон, микрофон, микрофон. Так жарко было. Так, спасибо тебе, солнышко. Мне просто так жарко было. Я думаю, кто меня порадует наконец-то. Я уже жду того дня, когда... Я думаю, что это случится. Вот, 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 вот. Я открою шимпанское в честь ухода Руслана Громова. Что касается Кати и Руслана, то это для меня загадка до сих пор. Остается такое классическое определение, что от любви до ненависти один шаг. В любви так и не случилось, но ненависти было предостаточно. Там был мой столбик срача, моя меренга. Отойди. Отойди сам. Катя, иди отсюда. Достало уже меня. Честное слово. Пескова со своими психами. Ему жизнь еще по башке хорошо не дала. Когда-то будет такая ситуация, когда ему врежут так, что он будет чухаться и думать, зачем я это делаю? То есть зачем я не такой, какой должен быть, а я из себя что-то строю? Ну, пройдется время. Закинчився останній конкурс перед эфиром. Мы заходим в комнату огляду. И что нас радует? Перед нами стоит прекрасный стол. Было шампанский торт, фрукты. Мы не просто так сидели. Опа, Кашина. Ура, наша кухня. Набувалися, скажем так, и наслаждалися тем, что мы увидим. За себя была я горда, что действительно я человек из села. И тут меня на великом экране першую запустила. У нас есть 23 бараны. Пиши, шеленько, пушай! Я, конечно, человек больше городской. Мне эта жизнь незнакома. Те куры, гуси, утки, козы, коровы. Все теку. Кручевно, разумно. Знаете, в нашем усилице я вообще там местная звезда уже стала. Все, ты, Света, Света, уже все, как же чекает. И мне сейчас, знаете, сколько конкурсов пройдет? Ничего не люблю, но мне навитало, ничего не напорять. Боже, как все это быстро разговаривает. Рассказывает быстро, говорит какую-то такую вещь. И вообще иногда мне казалось, я даже не успеваю понять, о чем она разговаривает. Далее мы дивимся в эфире Натали. Какой-то так воно, мужики, сюськи, дючки, дядьки. И... О, у меня типа хлопца нема. Честное слово. Это постоянно честное слово. Ну, честно, я и монашка. Я и, блин, ходила, писал тир читала. Понимаешь? Я знаю кучу мов. Я спілкувалася только с монахами, семинаристами. Читала только духовную литературу, там до церкви каждый божий день. Молода, весела, грудаста, ничем не обділена девчина Богом. Примечайте. Я хотела кидать в монастырь. Наташа. Серьезно? Справді? Чорниця? А тогда еще они таки не были. Ага. 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 Мене тату вбие сегодня. И тут я бачила у тата 8 пропущенных. Мама мне каже, что ты там набалакала, ты можешь включать голову, когда ты что-то говоришь. И я такая, го, стоп, значит не буду от тата дальше поднимать. Ну, я так, знаешь, витернула, так один раз подняла трубку, говорю, тату, тату, я нагрим, я потом наберу. И так два дни, знаешь, протернула, чтобы у него все загасло. Я Виктория. Ага. Моё имя Победа. Боже, мужик. Ну, ну такое, ну не очень. Вика, а что ты так хвалюешься, Вика? Ты шо? Дай ты ей шампанскую щитро. Тут я не так встала, там я не так повернулась. Тут наклон головы не такой. Блин, тут я сильно много смеюсь. Уluсть. О, ху-ху-ху. Ха-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. король дуже сильно переживала які показали что она вечно рже король надеяться понимаешь что она не рже она не понимаешь она в каждом эфире будет ржать как убила того что правда мне кажется такого не бывает коли король не ржавна оборже або арейк ненормально а когда кати начали показывать меня зовут катя я из города одессы на самом деле я ожидала увидеть другого человека по телевизору честно говоря печалька он и манакабан я и кажу я тебе сразу казала девушка тебе пора худать все хорошо все хорошо вы здравствуйте уже какая страшно это не со зла я сказала кати что ты такая есть но просто я имела ввиду что в камере она смотрится точно так же как и в живую в жизни здравствуйте здравствуйте я себе не первый раз видел на теле экране да конечно мне понравился этот юноша который с добрыми глазами смотрит на всех и не понимает что происходит и вообще боже мой готовлю я с самого детства как говорит моя бабушка моня самый лучший мальчик поэтому я в себе не сомневаюсь фон какой-то такой именно мамина потя понимаешь какой-то вообще о чем он вообще говорил то по-английски то по-русски а знаете с яких зарплат распочинает кухарь порядка 100 долларов он рассказывал про свою армию как бы такой под большим сомнением что он там был потому что в израиле в армии служит только граждане израиля и как бы такой я молодым николай инструктор по выживанию потом показала николаевича разведчика мужики кому с лишним 60 лет да вин диабетик хвори я а лавин мне сэбе подать вин показывает мужской стержень что что в таком возрасте можно держать высокую планку а раскрытие какие девушки вам нравятся умны безусловно красивый безусловно выше чем я росла безусловно он тренирует пацанов учить их силы воли там выживать в условиях да не мастер на киев понимаешь с одним ножом сакимин постоянно ходил с постоянно ножик у него бум в левом кармане велика добывая писяху затянули где мой нож где мой нож я не могу найти нож говорю николай зашли на киеве ты классно это да красота попал ооо Олег смотри на себя олег себя трохи же не воспринимают что ты не смотришь Реакция Олега как-то такая была, ну, дивно меня на это. Он как-то стеснялся на себя думать. Я до вас еду, честно, лет 3 или 4. И мне позвонили в березне на кастинг, и у меня через 10 дней батька убивает, станок падает на работу. А мама померла 13 травня, через полтора месяца. И мы так замерли, потому что многие, может, эту историю не знают, да? Проходит рік, брат рідний выпадает из четвертого или шестого этажа. Потом зимою после Нового года баба сразу. И потом Виталика похоронили біля мамки в Красноярске, а батька напротив, через дорогу. Втратив всю семью за несколько лет. У меня трохи ехала крышка. Мне кажется, ему было немножечко некомфортно за то, что тогда он все-таки выдал из себя эту информацию. Что-то там внутри сказало, что надо все менять, потому что у тебя дитя и жінка, и все. Теперь, если я тут, я не должен упасть в грязь лицо. Понимаете? Когда вышел первый эфир, он говорит, что я не могу на себя смотреть. Это так странно. Но постоянно он переписывал со своими фанатками, он создал группу в свою часть. Гриша, это не он. Но мне кажется, это он. Знакомые и незнакомые люди писали, мы тебя видели, ты умничка, или молодец, или так держать, мы за тебя будем болеть. На следующий день мне начинают родственники звонить. Про тебя уже написали в двух газетах. Про тебя рассказали по местному телевидению. Про тебя рассказали по местному радио. Ну, еще так много эфиров нет, но у меня уже есть много фанатов, которые мне пишут, которые мне... Ну, еще и телефоновали, даже были за кордоном, у меня уже был какой-то такой фанат. Я его передала Наталье, потому что он по-английски, я не Бен и Мене, я понимаю по-английски. Комментарии на сайте Мастер-Шеф. Девушка, наверное, выпила, приняла пять капель, или она накуренная. Ну, короче... Ну, кто-то написал, что похожа на любовницу, бывшую любовницу Клинтона. Знаешь? Ну, это, в принципе, плюс. Это похвально. Наступный день после эфира у нас был снова конкурс, и вот каждый из себя стал чувствовать зерку. Между нас, понимаем, что мы уже нас показывают, нам не хочется вылетать. Ну, чем дальше, типа, мы дивимся эфира, тем больше мы видим, как люди до нас ставлются. То, что говорят участники в эфир, я это воспринимаю с иронией, и в то же время... То есть иногда мне, хочется смеяться. Пескова, Швец, Лена, они напоминают какую-то клоунаду, серьезно. Вот это в смысле. В смысле. Первое вызывают Руслана, Тережа Полиза, тварь, неблагодарное чудовище. И как мы будем все рады, если ты поедешь домой? Виктория, под 40 лет. Ни мужа, никого нет. Что же делать? У нее уже белка пошла. Первая людина, которую я закопала под березом, это была бы Вика. Я знаю, кто такой король, Вика. Это *** все команды. Иногда мне просто удивительно, что... как люди могут вообще такое говорить? Блин, ты вообще невменяема, король. Боже, я стою и думаю, бабе 40 лет, а она реально дефективная. мне не стыдно, мне не обидно, потому что я такая. И поменять в себе, и держать язык за зубами, молчать, чтобы мне от этого было лучше, или эти тыки теле, ну не могу. она меня раздражает. Я такая, Вика, закрой рот, сволочь такая, закрой рот, дура, замолчи, я говорю. Она реально думает, что она нормальная и может готовить. Она же не нормальная. Честно говоря, ну за такие вещи людей можно и в суд подать за такие слова, за эти вещи. Вот. То есть можно подать в суд реально. Я просто консультировалась, мне сказали, что это можно сделать. Мне кажется, ей нужен мужик. И тогда у Виктории будет все прекрасно, она будет заходить на площадку мастер-шем, такая, ууу, все супер. А сейчас она всех, понимаешь, вот так вот, потому что ее никто. Пескова ее настолько вывела, что Вика не сдержалась и сказала. Я просто ей торгу голову. Вот честно. Голову, язык, я поломаю ей ребра, я не знаю, что я с ней сделаю. Я ей просто сегодня застрелю эту Катю. А там Катя опять-то Пескова. Ну, как всегда, Катя, когда попадает, там сразу будет кипиш, и люди не смогут с любовью приготовить блюдо. Что вообще происходит, Олег? Олег, я считаю, что он какой-то очень злой, он как-то всех людей так очень зло обсуждает. Была какая-то подача, но не продажная подача, а вот дешевая подача. Дешевая, не той рівень. Мы поняли, что в эфир выходят какие-то комментарии, которые как бы не всем нравятся. Возьми эти, эти, візьми. Три штуки середины. Ты понимаешь, не слушай. Свои. Олег, я знаю. Олег, я знаю, что он мне делает. Олег. Что он несет вообще? Смотрим мы эфир. Олега нет. Олег не может на себя смотреть. Не то, что не хочу, я не могу физически себе дивиться, бо я еще не научился себя воспринимать. Привет. Привет. А че ты не смотришь? Он сейчас не может я дивиться. А че не можешь? Не могу я дивиться, и все, я пробую в первой сервере дивиться, у меня не получается дивиться. Может, я научусь в дальнейшем. Тут нема ничего плохого такого. Я спілкувался со своим психологом, она сказала, Олег, что просто на данном этапе в жизни это в тебе первое. Так я же столкнулся себя видеть двойника. То есть у него есть некий образ себя, то, какой он должен быть, то, как он должен что-то делать, то, как он должен презентовать, скажем, блюдо, либо то, как он должен вести себя с людьми. Он как будто бы сравнивает себя с вот этим образом. Правильно ли я делаю с вот этими вашими какими-то внутренними критериями? Правильно ли я это делаю или неправильно? Вот люди кажут, что ты такой, який ты ест, в телеку, чего ты не можешь? Не могу. В принципе, помню все, что там было, но я не могу смотреться на себя, я себя не воспринимаю, ни голоса. Когда тебя показывают, закрывай уши и экран. Смотри на нас. Если ты себя не воспринимаешь, то ты не будешь ходить с голым торсом по целому павильону и сказать, блин, я такой классный. Явно, что человек себя любит, если она так поводит. А если человек себя любит, то она просто пися, как и пяточком, когда себя видит по телеку. Ну, логично, правильно? А он начинал повернуть увагу, не, я не могу, я не то, я не все. Слушай, веди себя нормально, что у тебя потом не стыдно было на себя смотреть. Мне тоже не нравится, что ты говоришь. Так я же на тебя смотрю. Когда только-только появились эфиры, и как будто вот у человека, человека взяли и поменяли. Уже ближе до завершения проекта нас осталось дуже мало. Люди не могут створювать особых коалиций. Асмик с Олегом, но при этом, чтоб ты понимал, они жесткие, конкуренты друг для друга. Они используют друг друга, при этом, как бы, Асмик думает, что она его использует, что он лузер, не понимает. А в свою очередь, Олег ее использует и думает, что она лузер, ничего не понимает. На самом деле, у нас тут кинотеатр реально крутой. На сегодняшний день я скажу так, что может, какой-то дружбы, дружбы, может быть, заранее никакой нема. Заранее, может, есть больше повага до чего-то, кто больше умеет готовить, то и под того подстраивается, например, разумеешь? Мне не нужны эти чужие какие-то склоки, сплетни. Они мне не нужны. Как бы, я взрослый человек и играть в этот детский сад, при камерах друг друга обзывать, ну, как минимум, неинтересно. Поэтому я отдалилась и пришло, наверное, то время, когда я ухожу и живу сама для себя. Готовлю сама для себя и выигрываю мастер-шеф сама для себя. Асмик! У меня, смотрите, что в руках? Нет, смотрите, что у меня в руках? У меня еще вот это есть в руках, а еще у меня вот это вот есть в руках, и я просто в шоке. Это сезон выдався щедрым на яскраве моменты и эмоции. Они были разные, смешные, смешные, курьезные, но, главное, всегда щиры. И сейчас пропоную сгадать на яскравейшие из них. В эфире мастер-шеф хит-парад на яскравейших участников сезона. Третье место, Ольга Стеблецова. Я тебе сейчас начиню четвертинку, спокойно. Ты использовала яглоки. Рты закрыли все. И еще раз ты на меня повысишь голос. Тише. Я не знаю, что я тебя сделаю. Закрыли. Рты и разбежались по двум разным поверхностям. Друга миссы Катерина Пескова. Мама! 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 Старая! Не неси сюда! Ясно! Мама! Мама! Круглая и бакуя! Света, закройте рот свой! Сама свечи закрой! Сама закрой рот! Узывачи! Бодя! Бодя! Перше миссы Светлана Билайчук Замыкай всю пенькую пленку и вори! Света! Я вас не чую! Убажай! Гарень! Пробуй на пасту! Обратай тупини и вори! Ну запекайте, че вори! Запекайте! Сто раз тебе уже казалось! Что ты там? Ничего есть еще! Запекайте, че вори! Света! Вори! 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 Что мне хорошо? Боже, что же делать? Куда это мясо? Я думаю, какой ужас! Это же действительно! Просто уму непостижимо! Мясо! Тут десертное мясо! Сейчас уберем все зачистить! Уберем! Смех с веттинком разочарования! Смех с веттинком смеху! Смех с веттинком смеху! Або в будь-якій незрозумілій ситуації просто смейся! Какая же это радость! Это горе! Самое достаточно горе! Смех с веттинком смеху! Я не понимаю, как можно было перепутать! Смех с веттинком смеху! Шостий сезон Мастер Шеф підійшов до свого завершення! Нам завжди складно прощатися з учасниками, адже за кілька місяців ми стали майже рідними, раділи їх перемогам і засмучувались через невдачі разом з ними. Але прийшов час ставити крапку. Та я впевнений, що після крапки нас чекає початок нової історії сьомого сезону. Тому, якщо ти любиш готувати та мрієш вписати своє ім'я до головної кулінарної книги країни, заповнюй анкету на сайті та стань учасником сьомого сезону проекту Мастер Шеф. Ми чекаємо саме на тебе! Сезон закінчився, і деякі учасники вже встигли відкрити для себе двері у нове кулінарне майбутнє і змінити статус кухаря-аматора на горде звання «професіонал». После окончания финала я был в Беларусі. Я был там довольно недолго, і мені хватило, щоб понять, що там немає таких перспектив, таких можливостей, які я бачив в Києві. І недолго думаю, я собираю вещи, переїжаю в Києв. Честно говоря, в цьому не дуже помогли люди, котрим я тут познакомився. Вони приютили мене. Я був в поиске роботи, і один ресторан мій заінтересовався. Друзі мені сразу сказали, що це, мабуть, один із найбільших ресторанів в Києві. Я стою на процесі пасти, ми там займаємося багато процесами, які зв'язані з пастою. Мені здається, що Києв мені вже намного родніє, ніж Беларусь, тому що в Беларусі мені особливо не знає. Звісно, є люди, які знали про мастер-шефі і про мене, але в Києві це все, звісно, намного більше, шире і теплеє. Олена Івашук прийняла запрошення стати бренд-шефом одного з ресторанів міста Рівне. Микола Ротар працює кухарем у ресторані грузинської кухні у місті Генічіськ. Переможниця шостого сезону проєкту «Мастер-шеф» Асмік Гаспарян наразі здобуває знання в кулінарній академії «Ле Кордон Блю» у Парижі. «Всім привіт! Сьогодні у нас є теоретичне заняття. Щось я вам покажу, як у нас проходит теоретичне заняття. «Вот, ребята, ми заходимо себе в клас. Вот так выглядит наше начало занятия. Есть дежурные на кухне, і ребята все підготавливають для каждого персоналу. У каждого человека є своє персональне рабочее місце. Оно і має номер. Мой номер три. Все підписано. Ціфорка міста. … в якому шоколаду, зберість апельсина і кула. Щось я вам покажу, як це виглядить. Це кухня, на якому шеф готовить. Це його допомогницю шеф і переводчик, який переводить на англійський язык. К сожалению, на український нічого не переводять. Сейчас вам передадуть всі приветы. Хай, everybody. Хай, Ukraine. Теперь до новых встреч в Україні. С наступающим Новым годом. А ось учасник другого сезону та екс-фуд-продюсер проекту Олександр Білодід проходит стажування в Фінляндії в одному з відомих ресторанів, що має нагороду «Зірка Мішлена». Привет. Я стою на вході в ресторан Ола. Зараз я проведу небольшу екскурсію. Це гаранчика. Здесь я вам покажу. І тут я вам покажу. Робота на кухні ресторану з «Зіркою Мішлен» – це скарб для кожного кухаря. І я дуже радий, що Олександру вдалося попрацювати з професіоналами та перейняти їхній досвід. Зараз я задам кілька питань. 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 Для твого власного ресторану. Упевнений тобі вдасться. На цьому все. Останню сторінку кулінарного бестселеру «Мастер Шеф 6» перегорнуто. Далі буде!